Пока жива память, война не забыта. Так считают в Управлении по физической культуре и спорту. Уже традиционной стала спартакиада между физкультурно-спортивными клубами по месту жительства. Живая память поколений. Главная цель которой – отдать дань памяти, мужеству и героизму тех, кто отстоял нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Это значимое спортивное событие. Каждый год объединяет славянцев, участников команд практически из всех поселений нашего района. Спартакиада проходит в рамках месячника, оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Старт ей дал глава района Роман Снеговский. Я рад, что в славянском районе есть здоровый дух, есть желание побеждать. И я уверен, что благодаря этим спартакиадам мы становимся еще более здоровыми и телом, и духом. У нас появляются с вами положительные эмоции. Организаторы спартакиады уверены, спорт и здоровый образ жизни способствуют воспитанию патриотического духа и гражданственности в молодых людях. Мы считаем воспитание молодежи, прежде всего, физически, и чтобы помнили свою историю, чтобы была в этом патриотика, чтобы они знали, что поколение, не мы первые пришли, было и до нас это все, должна быть переимственность в поколениях. Поэтому назвали эту спартакиаду «Живая память поколений». Приятно то, что команды не брошены, сегодня мы вывели на открытии, присутствовали все главы. Это как бы для поселения, это хорошо для молодежи, они видят, что глава, тоже им это интересно, как его поселение. И сейчас все главы здесь болеют за свои команды. Ну, как бы, я считаю, это тоже своего рода преемственность в поколении. Поддержать свои команды приехали главы почти всех поселений района. В рамках месячника на каждой территории проводится множество мероприятий, в том числе и спортивно-массовых. Это спорт, это здоровье, это развитие, ну и вообще активный образ жизни. Поэтому мы провели спартакиаду поселенческую за здоровый образ жизни. Но за команду однозначно болею, они у меня первые, я верю сегодня в победу. Поэтому, ну, спорт – это все, другого не могу добавить. У нас в настоящее время, в последнее время, очень продвигаются всевозможные виды спорта, пропагандируются занятия как любительским, так и профессиональным спортом. Ну, это здоровье нации, поэтому такие соревнования, такие спартакиады, во-первых, объединяют людей, во-вторых, это придают людям здоровье, умелое и, ну, наверное, общение. Поэтому здоровая Россия, это, наверное, будет и сильная Россия. Спортсмены, которые участвовали в районном этапе спартакиады, сначала прошли отборочные туры в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства. В первом этапе девушки состязались в стритболе, в юноше – в волейболе. Участник петровской команды Виталий признался, для него спорт – не просто увлечение. Ну, спорт для меня – это, как сказать, это воздух, жизнь, не знаю, для меня это для меня все, понимаете. Без спорта я не знаю, как я себя чувствую, как бы я живу. По мнению спортсмена из Забойского поселения Виктора, спартакиады для него нечто большее, чем просто спортивные соревнования. Больше, чем спорт, это наша жизнь, так сказать. Тем, что мы приехали на соревнования, мы считаем, как раз, память, вот, и постараемся воплотить это в победу, вот, выложимся на все сто. Спартакиады будут длиться в течение всего года, до декабря. Состязания пройдут по 18 видам спорта. Имена сильнейших спортсменов, которые будут представлять наш район в крае, станут известны после подведения итогов соревнований. Алена Лавринова, Александр Косицын, Георгий Калинин, программа «События». Алена Лавринова, Александр Косицын, Георгий Калинин, программа «События».